Пока полыхает пандемия, существенно уменьшилось количество воежей, лиц российского гражданства, которые путешествуют по миру с целью знакомства с местными достопримечательностями, наподобие Солсберетского собора. Но такие ограничения не касаются туристов с дипломатическими паспортами, они вполне могут и шпиль собора посмотреть и оценить монументальность развалин Колизея или что-то еще. В общем, все то, что раньше делали обыкновенные туристы или паломники с паспортами, на обложке которых почему-то изображено блюдо кавказской кухни цыпленок табака, теперь вынуждены исполнять лица с дипломатическими паспортами и иммунитетом. Только что отгремел скандал о том, как водитель дипломатического представительства РФ во французском Страсбурге промышлял кражами велосипедов. С одной стороны выглядит смешно, с другой россиянин успел накалидовать более 100 тысяч евро и тут каждый может подсчитать, сколько он зарабатывает и сравнит с суммой накалидованного и только после этого решит, смеяться или такое. А с другой стороны, странный водитель эвакуирован в РФ, где уже работает преподавателем в одном из вузов на кафедре международных отношений. Студенты смогут узнать, как можно не пропасть в Гееропе и иметь заработок в любом месте. Но, как говорил Архимед, не велосипедом единым. Вчера карабинерий Дел Рос под руководством прокуратуры Италии задержали с поличным офицера своего ВМФ, состоящего на должности командира боевого фрегата и российского военного, работающего в военном атташате посольства РФ. Задержали их на улице в момент обмена секретных документов, предоставленных офицерам взамен на деньги, которые принес с собой россиянин. Оба задержаны, но россиянина пришлось отпустить, он предъявил дипломатический паспорт, а посольство РФ подтвердило наличие такого сотрудника и его просто депортировали как велосипедиста из Франции. А морячок поехал на тюрьму по подозрению в шпионаже и измене. В связи с этим посол РФ был вызван в МИД Италии, где ему объявлен протест, об этом сообщила генеральный секретарь МИД Элизабета Беллони. Российский посол в ответ выразил надежду, что это недоразумение не повлечет за собой ухудшение отношений между двумя странами. Как стало известно изданию «Карьера де ла Серра», морской офицер попал в поле зрения итальянского агентства информационной и внутренней безопасности «АИСИ» уже несколько месяцев назад и с тех пор за ним установлено наблюдение и операцию курировал лично глава ведомства Марио Паренте. В ходе наблюдения было установлено, что КРОД работает достаточно интенсивно, но перед сотрудниками правоохранительных органов стояла задача вычислить круг контактов и задержать с поличным. Насколько можно понять, все прошло удачно и сладкая парочка задержана настолько четко, что даже не поняли, что произошло. Уже известно о том, что дома у моряка были обнаружены вещественные доказательства, уличающие его в шпионской деятельности. Подробностей операции пока нет, но речь идет о том, что должность, занимаемая шпионом, давала ему доступ не только к документам итальянского ВМФ, но и НАТО. А это может нанести куда больший ущерб, чем можно представить на первый взгляд. Россияне везде делают одно и то же, они справляют нужду даже в странах, где к ним относятся лояльно и, как выясняется, делают это с еще большей интенсивностью, чем где бы то ни было. А у нас даже раскрытые шпионы спокойно разгуливают и заседают в Верховной Раде. Со всем этим надо что-то делать. Рассадник терроризма, шпионажа и коррупции необходимо устранить навсегда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова